Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил колымчанам ключи от новых квартир в посёлке Сокол. Раиса Мазур проработала много лет воспитателем. Её муж Григорий в своё время строил колымскую ГЭС. У супругов уже взрослые дети, четыре внука. Семья прожила в посёлке Уптар 18 лет, а два года назад дом признали аварийным. На заселение в новое жильё пришли с кошкой. Такова традиция, отмечают супруги. Хоть прошлая квартира была больше, семья всё равно довольна. Ну конечно, у нас там было три комнаты, но мы согласились на двух. Я так вдвоём, нам достаточно посчитали. В общем, мы рады. Ключи от новых квартир получили 11 семей. В дома по улицам Гагарина и Королёва планируют заселить 60 семей из разных районов Магаданской области. Квартиры одна, двух- и трёхкомнатные. Ленинградская планировка. Как отмечают жители, в посёлке долгое время ничего не строили. Теперь же «Сокол» всё больше и больше благоустраивают. Мне очень понравился первый этаж. Хоккейная коробка, тут же будет и раздевалка. Очень близко всё удобно. Но и сейчас рассматривается вопрос, как использовать помещение первого этажа. Оно образовалось в результате того, что здесь был технический этаж неэксплуатируемый. Сейчас его привели вот в такой вид. И это может быть очень интересное социальное какое-то учреждение в посёлке «Сокол». Годами в посёлке стояли недострои. Теперь же это новые, комфортные для проживания дома. Благодаря тому, что в «Сокол» будут переезжать жители из других районов, количество людей в посёлке возрастёт. А значит, нужно больше рабочих мест, мест в садике и школе. Готов ли к этому «Сокол»? Да, новые работники. Мы надеемся, что учителя, врачи, работники социальных служб наших, может быть, строители хорошей сантехники будут с удовольствием, ЖКХ их возьмёт к себе. Конечно, это большой приток населения. Да, и детский садик у нас есть, резерв. В жилищном фонде посёлка более 35 многоквартирных домов. Строительство не закончится, отметил Андрей Кудинов. Инфраструктура будет только улучшаться. Появится сквер рядом с новым домом.